Первая проблема, интересующая военных в зоне АТО, демобилизация, говорят юристы. Особенно волнует этот вопрос представители третьей волны призыва. Ведь их служба должна закончиться максимум до сентября. До сих пор не доведены до бойцов конкретные сроки по подразделениям. То есть сказано, что все вы уйдете в последний день сентября. Это морально давит на человека. Если должны быть созданы соответствующие графики, в подразделениях они до сих пор не созданы. Кроме того, военные обеспокоены частой задержкой зарплаты и отсутствием обещанной президентом тысячи за сбитую технику. Абсолютное большинство бойцов интересуется получением статуса участника АТО. Ведь для того, чтобы оформить бумаги, нужно ходить по инстанциям не одну неделю, говорят правозащитники. У нас держава мобилизует за 15 минут, а потом ты должен доказывать долго и ходить всеми кругами ада для того, чтобы отримать те пильги, те гарантии, которые надает держава. Доказывать военным приходится и наличие ранения, рассказывают юристы. После выписки из госпиталя государство о контузии забывает. А еще сотни вернувшихся вчерашних воинов АТО обвиняют в дезертирстве военная прокуратура. Лишь потому, что они вовремя не стали на учет после ротации. На 1 червня до судов Волинской области подошло 88 обвинительных актов. 116 людей были засудены за криминальные злочины. И только три дела были закрыты. Правозащитники Чугуевского центра недавно выезжали на позиции к бойцам 128-й бригады. И поняли, до этого времени правовых консультаций в зоне АТО не было. Общественники призвали выезжать в Донбасс юристов частей. Ведь скорость получения соцвыплат зачастую зависит от вовремя и правильно поданного рапорта. А отсутствие судимости – от знания своих прав.